Всех приветствую на своем канале, меня зовут Катя и вы на канале Ева Бьюти. Сегодня мы отправляемся в путешествие по Бресту, мы очень рады. Мы уже три года хотели посетить этот невероятный город. Я в нем была раза два в далеком детстве, это в 9 лет, и с классом в 14 лет. Мне очень нравилось, но особенно хотела посетить Брест летом. И вот мы здесь, это невероятно. Вот приближаемся к Брестской крепости. Вообще, мемориальный комплекс Брестской крепости, герой один из наиболее узнаваемых и посещаемых туристических объектов Республики Беларусь. Открыт он в далеком 1971 году, вот так вот вблизи выглядит звезда, невероятный вход. Меня в детстве очень впечатлил масштаб построек. И в едином ансамбле здесь объединены места боев, руины, сохранившиеся сооружения, крепости, скульптурные композиции, музейные экспозиции. Например, музей обороны Брестской крепости, 1956 год. И здесь вот подробно написано, что Брестская крепость, крепость еще называют Брест-Литовск, построена на месте старого города и введена в строй действующей крепостей Российской империи в 1842 году. Была германская оккупация в 15-18 годах, а с 1921 по 1939 год здесь находились даже части польской армии. И вот мы решили прогуляться. Погода нам шептала. Также здесь находится музей войны, территория мира, 2014 год, летопись Брестской крепости, 2019 год, оборона Восточного форта, 2020 год и филиале музея 5-й форт, экспозиция форт 5 Брестской крепости. Мы еще туда поедем, невероятно будет. Поэтому смотрите далее. А это очень известная скульптура, жажда называется, потому что бойцы страдали от жажды, захватчики делали все, чтобы люди были обезвожены и чтобы не получали воду. И они очень страдали, питались в основном зернышками. Вообще, будучи построенной как военный объект, пережив пожары двух мировых войн, сегодня Брестская крепость остается до сих пор местом памяти и мира. Также вот здесь вот Береси, Брест-Литовск, Брест-Над-Бугом. Это один из старейших городов Беларуси. Это надо отметить. Всегда меня впечатлял вот этот главный монумент. Это просто что-то невероятное. Также здесь вот этот вот башня, не башня, а обелиск построен из титана. В музее это показано. А также уложены плиты из лабрадорита, моего любимого лабрадорита. То есть, если присмотреться, то сверкает синим цветом. Лабрадор в породе. И я очень восхищена видом, который открывается со всех уголков Брестской крепости. Очень мне нравится это место. Оно, естественно, не веселое, а грустное. Но гулять по нему очень приятно. Это самые легендарные холмские ворота. Вообще, в результате разделов Речи Посполитой в конце 18 века часть ее территории, включая город Брест-Литовск, вошла в состав Российской империи. Вот так вот. И также мы решили посетить музей, археологические раскопки. То есть, откопали постройки 13 века. Представляете? И меня просто покорила вот эта вот постройка такая какая-то современная, где хранятся вот эти вот селения. Как-то вот сделано по-европейски. Конечно, молодцы архитекторы, разработчики. Вот так сделано все супер. Также здесь устраивают квесты. Так как я любитель украшений, хочу отметить, что у разных племен, у Драговичей, Радимичей, у них были разные украшения. И то есть, отличали из какого племени девушка именно по украшениям. Это даже в школе проходит в пятом классе, насколько помню. А может быть и в начальных классах. И вот здесь можно различить украшения, которые носили девушки разных племен. Вот я показываю, то есть была такая культура носки, украшений уже в те времена. И тут показаны все стороны жизни, людей, раскопки. И вот каждое отделение, оно просто невероятно толково разработано. То есть, там отделы, посвященные, например, вот здесь вот показано само Берестия, само поселение, как оно выглядело. То есть, можно очень подробно изучить историю. То есть, макет Берестии 13 век. Очень мне понравилось здесь ходить. Чувствуешь себя вот как будто реально за границей. Просто высоко профессионально сделан этот музей. Также здесь, так как очень уделено много внимания археологическим раскопкам, вот разрез дерева и по нему определить удалось в 13 веке. Я вообще в 5 веке, в 5 веке, в 5 классе хотела стать археологом, но меня как-то отпугнула мама. Сказала, тебя будут кусать комары. Ты же не будешь ездить на раскопки в Египет или другие страны. Ты будешь по местности работать. И я тогда очень увлекалась. У меня даже есть книжка Oxford. И там описаны все методы, которые применяются при раскопках, как определяют, к какому веку относятся изделия. Ну и как-то я охладела к этому делу. Но археология меня увлекает уже из детства. Также здесь, если почитать, вот даже подшипники были в 13 веке. Круглая деталька. Сразу не узнаешь. Бритва 8, под номером 8. Я это запомнила. Вот подшипник, если его посмотреть подробнее. И также вот такое навершие плети. Насколько я поняла. Видите, как уже тогда украшали и всем этим деталям уделяли внимание. Также мне очень понравился этот милый котик. Это кот-берестейка. То есть нужно загадать желание, а именно прошептать желание на ушко. И тогда оно исполнится. Очень мне понравился этот котик. Также вот я решила прогуляться. Приветствую вас снова. И вот так вот можно посмотреть, как расположены вот эти вот поселения. То есть как археологи и разработчики этого здания, архитекторы, все так вот феноменально расположили. А мы идем дальше по окружности, а именно по периметру. И здесь тоже можно увидеть очень много интересных вещей. Вот тут вот мололи зернышки. Также здесь можно толкачи по-белорусски. То есть толкли. И здесь также развито было животноводство. Но муж был удивлен, что такой маленький череп у кошки. То есть все-таки каких-то маленьких размеров. Это неожиданно. Я тоже не ожидала, что у животных будут такие... Такое мелкое строение. Не знаю, с чем это связано. И очень много, кстати, на экскурсию приезжает людей. Также, видите, находки здесь. И косточки вишни, и орешки. Все было найдено, очень хорошо сохранено. То есть способствовали условия сохранению, когда вот раскопали все эти поселения. Это удивительно для Беларуси, что вот удалось найти столько предметов утвари. Также в Берестье была развита торговля. И вот здесь вот все украшения. Чарка, видите, остатки стеклянной посуды. Чарка, это рюмка по-белорусски. Бурштин был найден. То есть вот бурштин, это янтарь по-белорусски. Также торговые пути. Сейчас я покажу. Вот оно, Берестье. Кстати, в Каменец мы тоже съездим. Посмотрим башню Каменецкую. Это будет во второй части путешествия по Бресту. И вот каждое такое отвлетление, посвященное торговле, обозначено такой статуей. А это кости игральные. То есть, видите, уже в те времена, в 13 веке, были игральные кости. Все это было найдено в Бересте. То есть очень развитый был город. А это тот, кто принимал участие в раскопках. Даже есть прибор измерительный Теодолит. Я раньше, когда работала метрологом, в нашем отделе поверяли Теодолиты и нивелиры. Также вот можно вехи истории прочитать подробно. То есть остановить видео и прочитать, как велись работы на этой территории. И также мне понравилось это стихотворение, посвященное Берестею. То есть потрескавшийся глиняный сосуд из древнего Берестея, извлеченный. К палатке археологи несут. И мы посетили 13 века поселение. А теперь на выставке «Холодное оружие». На этой выставке тоже очень интересно было посмотреть. У меня два мальчика. И старшему захотелось более подробно посетить вот эту выставку. Это легендарный штык, нож. Насколько я понимаю, это меня сын тут просвещал. Дальше мы отправились в музей Брестской крепости. Здесь тоже можно все подробно посмотреть. И вот я была где-то лет в 9, в 14. И сейчас именно в своем возрасте я поняла, что это реально масштабный музей. Здесь так все детально разработано. Вообще был в 1836 году, вот даже Георгиевский крестик, в торжественной остановке был заложен первый камень, фундамент будущей казармы цитадели. То есть Брестская крепость, она, вот я ее сочетала всегда со Второй мировой войной. Но она видела многое. То есть и Первую мировую войну, а воздвигнута была до Первой мировой войны. Вот ключ. Также здесь есть кирпичи, даты отмечены. Как видите, до мировой войны. И сам музей очень необыкновенно сделан. Везде впечатляешься. Мы не успели заказать экскурсовода, так как младшему 7 лет, он не выдержит. Но с экскурсоводом лучше посещать. Вот будильник, который остановился в первые минуты войны. Это на полу такое заложено. Также утварь. Вот даже здесь флакончик от духов. Моя больная тема. И разные предметы. Гигиены. Также можно много увидеть. Но я слышала, экскурсоводы много интересного поставили. Рассказывали. Это вот главная стена. То есть, где написано «Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина». И я узнала от экскурсовода, что оказывается в России оригинальная вот эта плита находится. Это не оригинальная. Вообще, эта крепость знала даже Крымскую войну в 1853-1856 году. И вот это вот здесь посвящено все подаркам, которые вручены Брестской крепости. Особенно мне вот этот понравился подарок. Он такой символичный. После Брестской крепости мы решили перекусить. У нас поздний обед в Пит-Стоп в Короне. И следующий пункт посещения я не ожидала. Муж удивил. Это форт Пятый. Это уникальный памятник русской фортификации конца 19-го, начала 20-го веков. Расположен в юго-западной части города Бреста по адресу Стародорожная 99. Может, кого-то интересует. Это одно из передовых укреплений крепости в 1879-1880 годах. То есть, как видите, еще до Первой мировой войны. Кстати, в 1995 году включен список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Еще раз повторю, форт номер 5. И вот здесь вот можно подробно посмотреть. Это и написано. Вот он возведен. Я не вру. В 1879-1880 году. Здесь несколько залов. Также здесь есть зал умывальня. Воссоздан интерьер умывальни. Также здесь есть и зал канцелярия и цех Гаусс. Интерьер по состоянию начала 20-го века. Это я решила опять поприветствовать вас, как будто я лечу на воздушном шаре. Некоторые делают предложения на таких воздушных шарах. Если я правильно выражаюсь. Также здесь есть зал каземат нижних чинов. Историческая реконструкция жилого каземата нижних чинов. Оборонительная линия Брестской крепости. Там есть зал. А это, представляете, Библия Брестской крепости. Очень интересно. Вообще Брестская крепость, это история, это свидетель времен. Отражает преемственность фортификационных традиций средневекового города Брест-Литовска и возведенной в его месте крепости. То есть, если вы кушали наши молочные продукты по названию Брест-Литовск, вот это именно средневековый город Брест-Литовск. И крепость Брестская, она называется еще раз крепость Брест-Литовск. А это внутри мы ходим, мальчикам очень нравится. Тут даже есть сталагмиты, сталактиты. И здесь, конечно, вот у кого мальчики, да и девочки, это всем интересно ходить. Только нужна такая спортивная обувь. А если заказать экскурсовода, то он обеспечен даже фонариком специальным. А это мы поднялись. Здесь тоже вот маленький солдат и высокий солдат, обозначенный и немецкими солдатами. Написано, видите, на немецком отставлены даже надписи. Вообще вот этот форт номер 5 это что-то. А это мы уже заказали апартаменты. Здесь лежала такая экскурсионная программка. То есть неизвестную крепость можно посетить. Тур-объекты вот форт номер 5 рекламируют. Музей паровозов мы туда отправимся. Во второй части усадьба Немцевича. И вот то, что рекомендуют посетить обязательно. И я теперь тоже рекомендую, потому что впечатляет. А теперь пройдемся по апартаментам. Мы были здесь только два дня неполных на одну ночь. Но апартаменты очень удивили, очень понравились. Только один недостаток не было горячей воды. Поэтому мылись холодной водой, закалялись. С балкона открывался невероятный вид. Мне очень понравилось. У нас еще не было апартаментов с таким видом. Внизу хороший ресторан итальянский. И также это, наверное, садик, вид на садик. Ну и давайте посмотрим. Меня удивил масштаб. То есть обычно маленькая такая квартирка. А здесь хорошие апартаменты, две комнаты. То есть семья с двумя детьми легко может здесь поместиться. И с удобством переспать ночь. Поэтому очень понравилось и оформление, и стиль. Я довольна. За исключением, конечно, того, что отсутствовала вода. Также мы вышли погулять. Потому что наши апартаменты находились рядом с центром, с прогулочной улицей. Также здесь есть ЦУМ. У них ЦУМ вот зеленым цветом обозначен. У нас в Минске красным, а у них зеленым цветом. И рядом с ЦУМом вот такое вот здание с часами красивыми. Меня оно привлекло. Но, к сожалению, в ЦУМ я так и не попала. И вот мы гуляем. И такое есть феноменальное событие в Бресте. Это зажжение фонарей. Очень понравилось оформление магазина «Красный пищевик». Он существует с 1870 года. Такие красные оттенки, весы. То есть на улице областного центра приносит Виктор Кирисюк. То есть он является талисманом города. Он зажигает фонари. Ну и прежде чем мы дождались времени зажжения фонарей, мы решили прогуляться по той улице. Здесь вот можно увидеть наши сумки. Я обожаю этот бренд «Матиоли». Это любимый бренд сумок. Очень качественные кожаные сумки. А это сын читает наказ. То есть здесь очень чтится вот эта традиция зажжения фонарей. С 2009 года. Это я пробежалась. Охлаждающие такие у них расположены мостики. Можно охладиться, когда жарко. Также меня поразила на этой улице прогулочная аптека. Ей уделено тоже внимание. Она существует уже долгое время. И я на аптеке в городах тоже обращаю внимание. В Дугородном есть историческая аптека. И здесь очень даже интересная аптека. Но мы гуляли уже поздно было, поэтому не удалось зайти. Существует она с 1925 года. И здесь утварь даже на прилавках расположена. Очень люди удивлялись. Еще понравилась вот эта кофейня «Будешь булочку» пекарни. И здесь вот видите такой жираф, такая картина красивая. Мы, естественно, с сыном старшим зашли хотя бы посмотреть, как выглядят булочки в этом замечательном заведении. И здесь, конечно, очень увлекательно все название меня очень будоражит. «Будешь булочку». Также я удивилась, что здесь очень большой магазин «Алена Горецкая». Это белорусская одежда, но она дороговато. Вот для меня лично на сегодняшний момент. Но одежда очень качественная. У меня есть несколько экземпляров от этого бренда. Там используется и шелк, и лен. Очень качественные лекала, очень красивые платья. И вот реально стоит своих денег. Также вот легендарное кобринское мягкое мороженое. Также мне очень понравилось, что здесь каждый ребенок, он может насладиться компанией с голубями. И это не то, что ты платишь определенную какую-то плату. Ты можешь положить сколько хочешь монеток, и тебе на ручку посадят голубя. Также впечатляет памятник «Тысячелетия Бреста». Это просто что-то невероятное. Памятник задуман как модель города, выраженная в исторических образах. Тут и князь Владимир Василькович, и великий князь Литовский Витов, а также Николай Радивилл Черный. И все фигуры размещены под покровом именно ангела-хранителя. Очень красивый памятник, но было сделано, оказывается, 75 орфографических ошибок. Ну и, конечно же, мы после этого легендарного памятника «Тысячелетия», он, конечно, поражает своей красотой, пошли на это зрелище. То есть мы увидели, что люди прямо мечтают подержаться за пуговицу формы фонарщика. Нужно еще загадать желание. Это просто что-то невероятное. Это так объединяет. Надеюсь, это видео объединит нас всех. Желаю всем самое главное здоровья, энергии, а также чтобы получать удовольствие от мелочей. Ведь в простоте гениальность. И вот такая вот традиция чудесно сохранилась в Бресте.